Доброе утро! Я, конечно, искренне рад слышать сегодня в эфире, что раньше снег сам убирался, еще до того, как первые снежинки касались асфальта. Но действительно, то, что происходит сейчас с вопросами транспортного сообщения, об этом, наверное, стоит будет поговорить в отдельной передаче. Я бы с вашего разрешения начал бы с того, что затронул уже Янис. Это вчерашнее голосование в Сейме по инициативе национального объединения. Мы очень хорошо знаем, что латвийское государство, к сожалению, было построено в значительной степени на дискриминации. Но было построено на дискриминации, потому что, обращаясь против русскоязычного населения, против самых разных вопросов, связанных с национальными и этническими нюансами, удавалось все эти годы отвлекать внимание от проблем социальных, от проблем, связанных с качеством государственного управления и дальше по списку. То есть дискриминацию использовали как инструмент, чтобы можно было оправдать любые свои ошибки, любые свои ошибки и осознанно, и неосознанно. Параллельно, соответственно, если можно, мы видели, создавая государство, можно было подвергать дискриминации в той или иной степени 30-40% населения, абсолютно понятно становилось, что дискриминация по социальному признаку, скажем, дискриминации пенсионеров, матерей, одиноких матерей, других групп населения, которые подвержены самым разным рискам, на это вообще никто не обращал внимания. Да какая разница? Ну, не получают у нас пенсии пенсионеры достаточного размера, но ведь самое главное, что мы боремся, мы боремся с Москвой, мы боремся с российским влиянием, мы боремся с пятой колонной. Так функционировало государство. Сейчас мы переживаем кризис, который, наверное, самый глубокий с 91-го года. Мы невозможно сравнить ни с одним другим, которые, бедами, которые происходили в последние десятилетия в нашей стране. И в это время националисты, которые традиционно использовали карту ненависти все эти годы, решили опять ее разыграть, но по каким-то причинам разыграть ее в формате, разыграть ее в формате теперь не по отношению к русскоязычным, а по отношению к сексуальным меньшинствам. Вытащили карту, что нужно внести в Конституцию новое, более точное определение семьи, потому что у нас сейчас нет никаких других проблем в обществе. У нас нет ни вируса, у нас нет экономического кризиса, у нас нет десятков тысяч людей, которые остались без работы и без поддержки государства. Единственное, что нас волнует, это несколько дополнительных слов, которые будут вписаны в преамбулу. Таким образом, сейчас действуют националисты, они делали так всегда. То есть вот никто из нас удивляться этому не может. Хотя, конечно, я бы обратил внимание на то, каким образом себя сейчас ведет тот же самый, предположим, самый яркий представитель Ина Янис Домброва, он обращается к избирателям согласия. Это получается по аналогии, знаете, как надзиратель к обитателям одного барака, говорит, знаете, мы несколько следующих недель будем вот с тем бараком разбираться. И мы были бы очень вам благодарны, если бы вы вместе с нами искренне радовались, как мы их обижаем, потому что это ведь не вы. Мы теперь других будем дискриминировать. Дальше, опять же, если мы говорим о том, каким образом дискриминация у нас все построена, посмотрим на тех, кто борется с инициативой национального объединения, кто очень громко выступает за права всех жителей Латвии, вне зависимости от их каких-либо принадлежностей, взглядов и других традиций. Они находятся, все эти, начиная с 2018 года, все последние два года, либералы, сторонники самых разных свобод находятся в одной коалиции с национальным объединением. Это абсолютно противоестественно. То есть ничего более противоестественного представить себе невозможно, когда в коалиции находятся либералы и гомофобы с националистами вместе. Они замечательно все эти годы работали. И сейчас, когда националисты решили обратиться в этот раз против либералов, что делают либералы? У них было бы единственное разумное решение сказать, националисты, уважаемые, до свидания, вы уходите из коалиции, вы уходите из правительства, дальше мы будем управлять государством без вас. Нет. Когда их обижают, когда обижают их избиратели, они просто выбрали тактику выставлять картинки, фотографии в твиттере. То есть это показывает, что на самом деле, если мы берем моральную точку зрения, точку зрения каких-то ценностей, то между либералами нашими латвийскими и нашими же латвийскими националистами в принципе особых различий нет. То, что делает сейчас согласие, это единственное, что мы можем делать для того, чтобы защитить и наших избирателей, и для того, чтобы защищать интересы всех жителей страны, это бороться с любой дискриминацией, которая существует. Потому что дискриминация разъедает, как коррозию, нашу страну и будет продолжать это делать дальше. Сейчас, вчера, мы столкнулись с очень ярким, грубым, абсолютно бессмысленным и ненужным примером то, что устроили националисты. И то, каким образом поступила фракция, было правильно и с моральной точки зрения, и с процедурной точки зрения, и с точки зрения того, как по почести и по совести поступили наши депутаты нашей парламентской фракции. Но при этом мы понимаем, что дискриминация, она никуда не делась. Мы очень активно и в значительной степени успешно многие последние годы, как согласие, боролись с одним видом дискриминации, с дискриминацией социальной. Мы использовали те возможности, которые давала власть в Риге, власть в других самоправлениях, и занимались вот этим конкретным направлением. Мы должны сейчас, в это время, когда страна после кризиса, на что мы все надеемся, будет переживать перемены, будет переживать перемены в положительную сторону, если мы сможем этих перемен вместе добиться, то мы должны, опять же, использовать ситуацию и продолжить еще активнее бороться с другими видами дискриминации. Дискриминация по языковому признаку. Мы должны продолжить борьбу за образование для национальных меньшинств на родном языке, потому что иначе какие бы паузы по каким бы причинам бы не делались на какое-то время, если этот вопрос не будет решен, у нашей страны нет будущего. И то, что сейчас происходит в Риге, то, что рассказывала Анна Владова, что в рамках планирования бюджета следующего года будут не открывать, как раньше это делалось, новые группы. В детских садах с латышским языком обучения. А будут закрывать группы русские и вместо них открывать латышские, то есть, по сути, перепрофилировать. Это абсолютно недопустимо. Не с точки зрения самоуправленческой, не с точки зрения национальной. Это абсолютное, грубейшее нарушение интересов рижан, которые говорят дома на русском языке. Нам очень активно сейчас по итогам этого происходящего сейчас кризиса нужно заниматься вопросами дискриминации женщин. Потому что на рынке труда женщин, особенно женщины возраста, они находятся в самом тяжелом положении. И если отдельно, специально именно этой группе, не оказывать поддержку, то мы мы теряем, опять же, самое важное, что может быть в нашей стране. Поэтому для согласия борьба с дискриминацией по отношению к любым группам населения, вне зависимости от того, что происходит, и когда это делают националисты, это наша главная задача. Поэтому очень действительно хотелось бы сказать спасибо Сеймовской фракции за вчерашнее голосование, за то, каким образом поступили. И завершая, я хотел бы ответить сразу же на вопрос, который появился в чате, от Светланы Вал, которая спрашивает, а что в результате произошло с семьями? А с семьями по итогам вчерашнего голосования ничего не произошло и не изменилось в Латвии. Потому что голосование, как бы оно ни прошло, было бы, оно бы семьями в Латвии не помогло бы никаким образом. Потому что семьями в Латвии нужны не пустые слова от националистов, преамбуль или в Конституции, а семьями в Латвии нужна материальная и социальная поддержка, которую никто не на данный момент не обеспечивает из тех, когда мы говорим про правительственные партии. Этого нужно от них добиваться, а не изменения в Конституции. Спасибо.